Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Триколор на борту Международной космической станции. Космонавты Олег Каноненко, Николай Чуп и Александр Гребенкин с МКС поздравили соотечественников с Днем государственного флага России. Интересные факты, связанные с российским флагом. В Самаре на площади славы открылась тематическая фотовыставка. Поощрили активистов движения первых. В Губернской думе в честь Дня государственного флага школьникам, которым исполнилось 14 лет, вручили паспорта. Подарить новую жизнь и привлечь внимание общественности. В столице региона завершился второй сезон проекта «Арт-консервация». В Самаре сегодня прошла акция по ранней диагностике новообразований кожи. На набережной все желающие могли получить консультацию онколога. Цветы без повода. Часто ли самарские мужчины делают сюрпризы своим любимым? Самарская область готова к отопительному сезону на 98%. Об этом стало известно в ходе встречи Вячеслава Федорищева с главой областного Минжика Х Михаилом Белоусовым. В 63-м регионе подготовлены к предстоящему зимнему сезону 2107 котельных из 2141. Тепловые сети готовы на 95%. Перекладка сетей выполнена на 86%. Готовность объектов здравоохранения – 98%. Учреждений образования – 93,5%. Жилищного фонда – 98%. Также на встрече Михаил Белоусов зафиксировал планируемые сроки получения паспортов готовности объектов. До 15 сентября по многоквартирным домам, до 1 ноября на объекты энергокомплекса, до 15 ноября на муниципальные образования. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Самары Елена Лапушкина обратились к жителям региона по случаю Дня государственного флага Российской Федерации. Этот день символизирует неразрывность истории России, единство народа и преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет в стремлении отстоять суверенитет государства. Российский флаг находится на борту Международной космической станции. Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуп и Александр Гребенкин с МКС также поздравили соотечественников с Днем государственного флага России. В Самарской губернской думе в честь Дня российского триколора в торжественной обстановке активистам движения «Первых», которым исполнилось 14 лет, вручили паспорта. Школьники стали полноправными гражданами России. Какие перспективы для них открываются, расскажем в сюжете. Станислава Романова в сентябре обязательно расскажет одноклассникам, как она получила свой первый паспорт. Девушке вручили документ в День российского флага в Самарской губернской думе. Говорит, что будет очень бережно к нему относиться. Честно говоря, я очень его ожидала и с нетерпением ждала этого момента. Наконец-то официальный документ, который предоставляет твою личность, уже звучит интересно. Вручение паспортов в рамках программы «Мы граждане России» активисты движения «Первых» проводят ежемесячно. Для ребят это в первую очередь волнительно. И для нас очень важно, чтобы для ребят это волнение было такое хорошее, позитивное и связано с тем, что для них уделяет такое большое внимание государство. Помимо паспортов, особо отличившимся в социальной работе ребятам, также вручили и благодарственные письма от депутатов губернской думы. Вот эта связь поколения на различных уровнях, на мой взгляд, будет очень полезна, очень эффективна. И я рада, что ребята обратились к нам с такой просьбой, чтобы такое знаковое мероприятие провести у нас в региональном парламенте. После церемонии ребята отправились домой уже обладателями паспорта России с новыми правами и обязанностями. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Праздничный концерт, конкурсы, разговоры о патриотизме и яркий флешмоб. День государственного флага отметили в детском центре «Золотая рыбка». Что подрастающее поколение знает о российском триколоре, расскажет Галина Топилина. Участница смены «Большие перемены» в центре «Золотая рыбка» Елизавета Кремчицкая уверена, российский триколор передает дух нашей страны и характер русского народа. Белый цвет на флаге России символизирует свободу, синий – веру и искренность, красный – мужество и отвагу. Я считаю, что эти цвета были выбраны для того, потому что так хотел народ. Народ сам выбирал, какие цвета ему нравятся и понимал, что мы сильные, и храбрость, искренность и чистота смогут отписать нашу страну лучше всего. Каждое утро в центре «Золотая рыбка» начинается с линейки и поднятия государственного флага. Это задает определенный настрой на новый день – делятся отдыхающие центры. Для нас это очень многое значит, видеть флаг, он нам поднимает настроение, можно так сказать, каждый раз, когда мы выходим на улицу. В честь Дня государственного флага в центре организовали концерт, тематические конкурсы и флешмоб. Детям рассказали об истории российского триколора. Дети должны знать историю своей страны, они должны гордиться своей страной. И когда ребенок гордится своей страной, относится к флагу, как к частичке своего сердца, тогда мы будем спокойны за будущее поколение, за нас и за нашу страну. Это очень важно воспитание детей. Двери центра «Золотая рыбка» круглый год открыты для отдыха и оздоровления детей. И каждый государственный праздник здесь отмечают по-особенному. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События. Самые интересные факты связаны с триколором. В Самаре на площади «Слава» открылась тематическая фото-выставка, приуроченная к празднованию Дня государственного флага. Ксения Баканова расскажет подробности. День российского флага. Выставка с таким названием открылась в Самаре на площади «Славы». На 40 стендах размещена интересная информация об истории триколора, а также яркие живые фотографии. Их авторы – не только местные фотокорреспонденты, но и их коллеги из других регионов. Сегодня в такой день, день флага России, мы пришли сюда, на эту площадь, для того, чтобы отметить этот праздник. На выставке мне очень понравился снимок Путина на параде, потом танк, ну то, что наша армия крепка, победа будет за нами. На стендах разные исторические события. Например, самый длинный триколор в России, развернутый на Самарской набережной, 50-тысячное шествие бессмертного полка в Самаре на параде победы, фотографии самарского краеведа, сценариста и продюсера документальных фильмов Олега Ракшина и снимки из космоса, предоставленные летчиком-космонавтом Олегом Каноненко. Вчера, буквально перед сегодняшним праздником, я прочитала в соцсетях, что же означает наши цвета российского флага. Белый символ чистоты, красная кровь пролитая за нашу Родину и синее мирное небо над нашей головой. Кроме фотографий, здесь же расписана и история создания российского флага и вообще, как это все было раньше, и патриотизм. Выставка продолжит свою работу до 15 сентября. Ксения Баканова, Сергей Баскин, События. В честь Дня российского Триколора в столице региона прошел также автопробег за флаг. Участниками стали студенты и активисты. Колонна машин проследовала до горы в Старосемейкино, где располагается арт-объект «Цвета России». С подробностями Полина Челякова. К празднованию Дня государственного флага Российской Федерации присоединились и студенты. В честь праздника представители молодежных объединений региона сформировали автоколонну. Машины украшены флагами России, Самарской области и символами Отечества. У каждого гражданина, у каждого у нас человека своя задача. Он выполняет свой функционал на своем посту, неважно какая она. И все мы работаем на одну цель, да, ради граждан, живущих под одним флагом, во имя блага страны, во имя победы. Победа будет за нами. Очень отрадно, что эта акция не затихла, а ежегодно набирают только обороты, становятся больше желающих придять в ней участие. Не здесь того, что сейчас лето и хочется людям отдохнуть. Значит, это действительно важно для них. Участница автопробега Алина Шпаковская рассказывает, автомобили любит с детства. Права получила два года назад. О событии узнала от активистов правкома в университете. Вместе с друзьями решила принять участие. Благо, есть автомобиль, да еще и отечественного производства. Очень интересно, хочется поддержать данное движение. Замечательное, бодрое. Надеюсь, с машиной все будет хорошо, и мы не встанем на дороге, потому что все-таки это шестерка. В автопробеге поучаствовали порядка 70 человек. В автопробег было задействовано свыше 20 автомобилей. Колонна отправилась на выезд из города к арт-объекту «Цвета России», чтобы продолжить его благоустройство. Полина Чулякова, Николай Епифанов, События. Подарить новую жизнь и привлечь внимание общественности в столице региона завершился второй сезон проекта «Арт-консервация». Аварийные исторические дома, которые ждут реставрации, закрыли красочными щитами. В проекте принимают участие свыше 60 волонтеров. Какие дома оказались в фокусе внимания, расскажет также Полина Чулякова. Здание Каплицы располагается по адресу улица Фрунзе, 157. В 1906 году в Самаре построили католический костел, при котором Каплица служила молельным домом для католиков. А на втором этаже располагалась польская начальная школа. После революции здание превратилось в жилой дом. Сегодня оно находится в аварийном состоянии. В рамках проекта «Арт-консервация» волонтеры закрыли окна и двери дома красочными щитами с картинами самарских художников. Таким способом мы можем остановить уничтожение этих домов, чтобы не построили на их месте бездушные высотки. А если у нас есть возможность починить кровлю, мы это делаем. Но так как у нас работают волонтеры, то есть мы это делаем не профессионально, а просто мы создаем максимально комфортные условия, чтобы дома дождались того момента, когда на них придут профессиональные реставраторы. Помимо Каплицы, в этом году волонтеры законсервировали еще три аварийных дома по адресам Самарская, 107, Ленинская, 95 и 201. Они рисовали картины и делали фотографии, которыми потом закрыли окна и двери. Свои картины для дома по адресу Фрунзе, 157, предоставила и директор Самарского художественного музея Алла Шахматова. Здание украшают две работы художницы из цикла «Равновесие». Алла рассказывает, цикл посвящен радуге. Первая картина, выполненная в красном цвете, символизирует начало радуги, а вторая – в фиолетовом, ее конец. Когда мы видим радугу, это с нами говорит Господь о том, что никогда не быть в потопу. И мне показалось, что для этого дома это тоже важно. Этот проект вообще о том, что вся жизнь циклична, она бесконечна. И надо верить, что даже если что-то распадается, это новые городские жизни. Мы вот с вами современники, и от нас многое зависит. И, казалось бы, мы делаем один шаг, а следом нас ждет целая страница книги с теми историями, которые мы переживаем сегодня. Участвую, потому что я активный гражданин, потому что у меня не безразлична историческая часть нашего города. И чем могу, тем и участвую, тем и помогаю. Это возможность поучаствовать в судьбе города, в сохранении исторических зданий. Но это наша история, это моя родина. Ну, это важно. Второй сезон арт-консервации проходил в течение двух месяцев. Участие в нем приняли более 60 волонтеров. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других событиях этого дня. Серьезная авария произошла вечером в среду в Самаре. 51-летний водитель автомобиля «Хюндай», двигаясь по улице промышленности в районе дома 245, врезался в форт, за рулем которого находился 69-летний мужчина. После столкновения корейская иномарка выехала на встречную полосу, где влетела в автомобиль «Шевроле Нива» под управлением 52-летнего водителя. От удара внедорожник перевернулся. Движение по улице промышленности оказалось почти перекрыто. Автомобили объезжали место аварии по встречке. Водитель «Хюндай» был доставлен в больницу. Россияне рассказали, как часто берут больничные на работе. Почти половина опрошенных их не берут. Многие из-за опасений проблем на работе. 45% опрошенных болеют примерно раз в год. Еще столько же дважды. Обычно на лечение уходит 4-5 дней, чуть более трети респондентов выздоравливают за 3 дня и меньше. 29% опрошенных в случае болезни продолжают трудиться удаленно, а 19% идут на работу в офис, несмотря на недомогание. В Самарской области нашли артиллерийские снаряды. В дежурную часть управления Росгвардии поступило сообщение о страшной находке. Снаряды нашли в лесополосе Сызранского района. Ториатинская группа разминирования «Орлан» отправилась на место. Специалисты осмотрели находку и выяснили, это действительно 6 артиллерийских снарядов разного калибра. Боеприпасы были серьезно повреждены, на них имелись следы обширной коррозии, но все еще представляли опасность. Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпасы на месте. Стало известно, кому противопоказано чрезмерное употребление гречки. Стоит быть осторожнее людям, у которых имеются проблемы с пищеварением, аллергии или хронические заболевания в обострении. Однако гречка богата витаминами и микроэлементами, что делает ее ценным продуктом. В ней содержатся нерастворимые пищевые волокна и кислоты, которые полезны для кишечника и пищеварения. В Новосибирском зоопарке впервые в России появился детеныш белолицых саки, представителей редкого вида приматов. Самка не смогла ухаживать за детенышем и заботу о нем взяла на себя заведующая ветеринарным отделом зоопарка. Весь первый месяц маленький саки, которого назвали Кеша, находился рядом с ней. Кроху кормили молочной смесью из бутылочки и устроили ему теплое, уютное гнездышко. Когда детеныш подрос, его поселили в павильоне с мелкими приматами и пингвинами. Злокачественные новообразования кожи занимают первое место среди онкологических заболеваний в Самарской области. В прошлом году было выявлено около 2700 случаев заболеваний раком кожи. 310 из них – меланома, один из самых агрессивных видов онкологии. Чтобы как можно больше людей смогли проверить состояние своей кожи, самарские врачи провели акцию, направленную на профилактику новообразований. Каждый желающий мог бесплатно пройти осмотр и получить консультацию специалистов. В подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Юлию Гусеву на протяжении 7 лет беспокоило состояние родинки. Она росла, болела, когда девушка задевала ее рукой. Друзья рассказали Юле об акции по профилактике новообразований кожи. Девушка решила не упускать такую возможность и пришла на набережную в палатку здоровья. Давно были вопросы, а как-то времени не находилось на больнице. Я не сильно это люблю. Дали рекомендации, успокоили. Какие-то вопросы были, сказали, что тут все хорошо, тут лучше что-то сделать. Дали рекомендации, сказали, как себя вести и как следить за родинками. Я думаю, что это нужно чаще делать, потому что многие люди, как и я, не любят ходить по больницам. Самарские врачи уже 15 лет проводят бесплатные профилактические акции в разных городах региона. Не только в Самаре, но и в Жигулевске и Тольятти. В таких палатках здоровья любой желающий может пройти осмотр и получить консультацию онколога и дерматобинеролога. Это большой плюс для расширения нашей профилактической работы, потому что, к сожалению, не все люди могут посетить онкологический диспансер. Они просто иногда боятся самого слова онкология. Но если они обращаются со своими жалобами здесь, участвуя в акциях, конечно же, мы тем самым помогаем им. И врачи дают грамотные рекомендации для дальнейшего обследования. Ежегодно в Самарской области регистрируют более 2000 случаев новообразования кожи. Более 10% из них – это меланома, один из самых агрессивных видов рака кожи. Однако при раннем выявлении она успешно поддается лечению. Профилактический осмотр у врача-дерматобинеролога следует проходить хотя бы один раз в год. Любое изменение на коже, любое изменение новообразования, то есть родинки, ее изменение окраски, ее изменение диаметра, размера – это первый повод обращения к врачу-дерматобинерологу. Чтобы обезопасить себя, нужно пользоваться солнцезащитными кремами и пребывать под прямыми солнечными лучами в благоприятное время – с 8 до 11 утра и с 5 до 7 вечера. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. Защититься от солнца и создать неповторимый и запоминающийся образ. Летние головные уборы не теряют своей популярности. Как выбрать подходящий в зависимости от типа лица и образа жизни? Ксения Баканова вдохновилась актуальными трендами. Кто от шпильки до булавки, кто от туфельев до шляпки, элегантная сама, от меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишкой любой. Все дело в шляпе. Добавить нотку загадочности, элегантности, кокетства или сделать головной убор ключевым элементом образа. По словам специалистов, выбирая головной убор, лучше ориентироваться на тренды, которые будут актуальны несколько сезонов. Панама – это универсальный вариант, символ элегантности и практичности. Он прекрасно спасает от жары и ветра. Также в случае необходимости аксессуар можно легко свернуть и убрать в сумку. Она напоминает по форме шляпку клош и подходит любому типу лица, что большая радость для всех девушек. Хорошо сочетается и с летним сарафаном, и можно надевать и с костюмом, допустим. Тогда образ становится более расслабленным. Самый модный головной убор в этом сезоне – шляпка-морячка. Это идеальный вариант для создания расслабленных и романтичных образов. Они бывают белого цвета, тогда это больше морская тематика. Но если мы говорим про межсезонье, то вот ткань типа денима – идеальный вариант. Сочетается и с тренчем, когда на улице прохладно, и с жакетом, когда вы куда-то пошли, достаточно тепло. Ее можно надеть и с летним платьем, и в следующем сезоне тоже. Что касается расцветки, то сейчас на пике популярности – графичные арт-принты или леопард. Еще один вариант – это берет – мягкий головной убор без козырька. Уже на протяжении нескольких лет он не теряет свою актуальность. Его носили наши мамы, его носили бабушки. Сейчас носят самые продвинутые модницы и девушки, которые просто хотят комфортный, красивый головной убор. В зависимости от посадки берет идет каждой. Кокетливо смотрится платок. Этот смелый аксессуар может составить отличную пару женственному платью. Однако не каждая модница рискует его надеть. По словам стилиста, если сделать это красиво, то он украсит любой образ. Головной убор – это не только защита от солнца и ветра, но и возможность продемонстрировать свой персональный стиль. Добавили вязаную шапочку дынем, и образ уже заиграл новыми красками. Подчеркнут уникальность образа головные уборы, сделанные на заказ. С 2018 года Ирина Скиден занимается их изготовлением. Рассказывает, все начиналось с того, что подруга попросила смастерить шляпу для дочери. Ирина, как человек творческий, отказать не смогла. Нашла мастер-класс в интернете и решила попробовать. Каждому хочется индивидуальную шляпу со своим именем, либо любимой фразой из фильма, песни. Поэтому эту шляпу сразу захотелось большом количестве человек. И заказывали ее в разные города, в разные страны. То есть был достаточно большой на них спрос. Для создания головного убора нужно измерить обхват головы, подобрать цвет материала и декор. В этом сезоне особенно актуальны шляпы в черном и соломенном цветах. Их можно украсить лентами, морскими ракушками, натуральными камнями, бусинами, цветочками и колосьями пшеницы. Существуют разные модели. Если вы ни разу не носили шляпу, специалист рекомендует начать с Фидоры. Она подходит практически всем. Канатье – хороший вариант для женщин с овальной формой лица. А ковбойская – дополнит любой смелый образ. Стилисты отмечают, примеряя шляпу, важно обращать внимание на то, насколько комфортно вы в ней себя чувствуете. А носить ее нужно с гордо поднятой головой. И тогда все ваши дела будут в шляпе. Ксения Абаканова, Николай Сидоров, Константин Головин. События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, принято ли в их семье дарить цветы без повода. Бывает то, что супруге дарю и дочери дарю цветы без повода. Просто после тренировки еду и заезжаю, покупаю цветы. Когда приносишь, во-первых, у них сразу настроение поднимается, во-вторых, ставят букет на стол, когда. То есть уже какая-то атмосфера в квартире уют придает. Вообще, конечно, хотелось бы, но у нас, к сожалению, нет. Но когда-то было в молодости, без повода нет. Знаете, я настолько редко дарю цветы, что, наверное, радость. Кто же это не делает и по поводу, без повода. Муж мне дарит цветы по договору. То есть я не люблю цветы, которые поставил в вазу, они быстро пришли в негодность. Мне их очень жалко. Он мне дарит в горшках цветы. У меня поэтому дома целый зиндерарий. Любовь, уважение. У меня же это, пятеро детей, четыре девочки и жена. Вот когда 8 марта я им всегда покупаю цветы и дарю. И цветочный этот магазин, где я покупаю, всегда рады. Ну и так я женщинам дарю цветы. Ну это как бы вдохновляет, а женщинам это нравится. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской напоминает, что решить вопросы ЖКХ можно в приложении Госуслуги Дом. Это мобильная платформа для решения всех вопросов в сфере ЖКХ в одном окне. Через приложение можно передавать показания приборов учета, оплачивать услуги ЖКХ, контролировать график работ по капремонту, направлять заявки в управляющую компанию, участвовать в общедомовых собраниях, оценивать качество услуг УК, получать уведомления о плановых и аварийных работах. Приложения созданы на базе ГИС ЖКХ и доступны во всех магазинах мобильных приложений. Информацию для потенциальных усыновителей разместил Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Ее можно прочитать в карточках. К примеру, усыновителями могут быть совершеннолетние граждане обоего пола. Разница в возрасте между усыновителем и усыновленным должна быть не менее 16 лет. Прием граждан по вопросам подбора и усыновления детей ведется по адресу Куйбышева, 44, по предварительной записи. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону, указанному на экране. Информацию для предпринимателей разместила администрация Самарского района. 23 августа в 9 утра по адресу Радонежская, 1 состоится обучение на тему бережливое производство. Представители малого и среднего бизнеса Самарской области, заинтересованные во внедрение системы бережливого производства, могут пройти специальное обучение в рамках комплексной услуги от регионального центра «Мой бизнес». Программа обучения состоит из теоретического и практического блока. Слушатели узнают, как внедрить и выстроить процесс продаж в своей компании, освоят инструменты автоматизации офисных процессов и познакомятся с их внедрением в ходе деловой игры. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok